Чемпионат Владимирской области По баскетболу Кристалл Собинко 67-88 С нами Евгений Пузырев Центровой команды Кристалл Жень, скажи Как тебе игра сегодня? Что получилось, что не получилось? Игра печальная Можно сказать, что ничего не получилось Начали в принципе неплохо Первую половину нормально сыграли Ровненько Я не знаю, что в Т-чет случилось Но команда остановилась И в итоге Минус 20 В принципе команда Собинки заслуженно выиграла Играла хорошо весь матч И поэтому мы так много поиграли Неудачный старт Кристалла Это уже третье поражение подряд Скажи Катастрофа ли это вообще для Радуги И сможет ли она вернуться в борьбу? Ну смотря в борьбу за что Конечно Ставит сезон очень неудачный для нас Ну это во многом из-за того, что у нас Немного состав изменился Плюс к сезону, честно говоря Мы не в очень хорошей физической форме подошли Это все сказывается И пока мы не можем свою игру найти И отсюда такие вот негативные результаты Надеюсь, что ближе к Новому году мы сможем Более-менее сыграться, набрать форму И уже второй круг чемпионата будет лучше для нас Как ты уже сказал, команду пополнили новички Из Вязников, да? Это Саша Лебедев и Максим Семеряков Как ты оцениваешь взаимопонимание в команде? Потому что по сути игроки тебе известны Вы играли вместе уже И в Вязниках, да? Да, мне они известны Но для остальных ребят в команде Они новенькие Поэтому сложно находить взаимопонимание Пока тяжело дается Но я думаю, мы справимся Сейчас несколько месяцев вместе побегаем И должно быть все нормально Немного провокационный вопрос Следующая игра дома, но с Владимиром Серия продлится? Во всяком случае, мы постараемся показать игру лучше Чем в предыдущие три матча Конечно, с Владимиром тяжело рассчитывать на победу Но мы будем стараться выиграть Артем Леваков призван МВП первого тура по версии сообщества ВК баскетболиста Владимирской области Сенсационно они победили Астру Скажи, как ты думаешь Сила Собинки какова? Они стали сильнее или это Кристалл так сдал? Ну тут все вместе Кристалл, конечно, сдал Но у Собинки в этом году очень хороший состав собрался Даже сегодня было видно, что очень много игроков сильных Лавка присутствует Поэтому у них такой прогресс в игре пошел Я думаю, что учитывая то, что они в этом сезоне очень много матчей дома играют Что они могут на высокие места рассчитывать Как раз хотел отметить то, что большинство игр чемпионат области проходит именно в Собинке Здесь у них собирается поддержка, скажем так Плюс родные кольца Как ты думаешь, насколько это сильное преимущество? Ну хотя бы в сегодняшней игре для них было Да, это, конечно, преимущество Потому что болельщиков в области, можно сказать, практически у него одной команды нет А тут постоянно играть в своем зале, еще и со своими зрителями Понятно, что у них эмоции всегда положительные И это наставит на позитив, на победы Что вот сегодня тоже показали Потому что болельщики очень хорошо поддерживали свою команду И в итоге они смогли в конце убежать от нас И один вопрос, как к администратору сообщества Я знаю, что ты недавно стал пользователем в соцсети Инстаграм Так же, как и Федерация баскетбола Владимирской области Скажи, ты на них подписан, следишь ли как за ним? Нет, не подписан, и честно говоря, пока не особо слежу Мне просто интересно было, как ты оцениваешь именно такую площадку, да, Инстаграм Для продвижения баскетбола в области Ну я на самом деле Инстаграм не особо часто пользуюсь Поэтому мне сложно сказать, как на пользу идет баскетбол или не на пользу Но они пытаются в этом направлении развиться Пусть пытаются, в принципе, возможно, это правильно Но сейчас сложно судить Ладно, Жень, не унывай, победы придут Спасибо Спасибо тебе Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!